Примерно в первом часу ночи 20 мая на пульт 102 поступило сообщение от жителями крови на Сауле. По словам звонившего, возле магазина громко спорят молодые люди. Прибывшие на место полицейские застать парней не удалось. На асфальте стражи порядка обнаружили следы крови и гильзы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось найти и пострадавших, и подозреваемых. Как выяснилось, 18-летний парень повздорил с приятелем. Решить спор миром не удалось. Раздались два выстрела в спину оппонента. В крайне тяжелом состоянии молодой человек был доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Чтобы извлечь пули, врачам понадобился не один час. Делать какие-либо прогнозы по состоянию пострадавшего доктора пока не берутся. На этом криминальная история в микрорайоне Саули не закончилась. Стражам порядка удалось раскрыть еще одно преступление – хранение и перевозку наркотиков. Во время досмотра проезжающих машин полицейским был задержан водитель БМВ пятой модели. На заднем сиденье они обнаружили вещество, похожее на наркотики. «Мы нашли шесть бумажных свертков с веществом растительного происхождения. Скорее всего, это марихуана». Водитель БМВ от порошка зелено-коричневого цвета поспешил сразу откреститься. Он, как водится в таких случаях, заявил, что не знает, откуда в его машине страшные свертки. «Братан, это не мое, это мне специально подкинули». До выяснения всех обстоятельств молодой человек будет находиться под стражей. Возбуждено уголовное дело. Экипаж ДПС лишился своего спецавтомобиля. По крайней мере, до выяснения всех обстоятельств, а затем и ремонта патрульной машины. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении Байди-Биг-Би вечером 19 мая. Автомобиль патрульно-постовой службы и ВАЗ-2108 двигались по одной полосе, в перекрестку. По словам полицейских, водитель база, молодой человек, пересекая двойную сплошную линию, решил обогнать патрульную машину. В результате такого маневра произошло столкновение. Однако на месте аварии мужчина, представившись отцом парня, заявил, что транспортным средством управлял именно он сам. Я находился за рулем в восьмерке. Во время обгона я не заметил патрульную машину, благо скорость была небольшой. Свою вину полностью признаю. Больше 100 килограммов незаконно добытой рыбы, 11 плавательных средств и рыболовные снасти изъяли сотрудники природоохранной группы местной полицейской службы департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области за время операции «Нерест». По итогам рейдов полицейские выявили более 60 нарушений закона, 56 из них связано с нелегальным ловом рыбы. Браконьеров привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 700 тысяч тенге. По некоторым фактам возбуждены уголовные дела.